Севастополь Севастополь Но сегодня приснится мне Засыпаю в конце войны Просыпаюсь в другой войне Свет луны скользнет по стене Словно трассер в ночном бою Засыпаю в чужой стране Просыпаюсь в родном краю Встречным всем улыбаюсь я Только мне тишина в ответ Засыпаю кругом в друзьях Просыпаюсь иных уж нет Сразу в двух кинотеатрах города Севастополя Победа и Москве демонстрировались конкурсные работы А также картины победителей предыдущих фестивалей В рамках фестиваля его участники Профессионалы кино и телевидения из России Стран ближнего и дальнего зарубежья Представили фильмы и телепрограммы О победе в Великой Отечественной войне О героическом подвиге защитников Отечества Был представлен новый документальный проект Телеканала ТРО Игровой фильм Игоря Угольникова С рабочим названием Батальон смерти Поэт Иван Кононов на открытии фестиваля Дал старт акции «Платок мира» По инициативе женщин-блогеров Начат сбор платков Которые по кавказскому обычаю Будут брошены под ноги воюющих Чтобы кровопролитие прекратилось Засыпаюсь в чудной стране Мы с тобой без вина пьяны Но сегодня приснится мне Засыпаю в конце войны Просыпаюсь в другой войне Очень знаменательно Что юбилейный Десятилетний фестиваль Проходит в канун Великого праздника Дня Великой Победы Наших народов От немецко-фашистских захватчиков Я сейчас хочу сказать Немного слова горестные И прошу всех Сегодня 9 дней Как прошла Произошла трагедия Малая Хатынь в Одессе И вчера Мирные жители Славного города Славянска Пали от рук фашистов Я не побоюсь это слово Именно фашистов Поэтому я прошу, пожалуйста, всех Почтить память павших Минутами молчания Мы собрались сегодня, как всегда Мы собрались, чтоб вместе дать ответ Как миру и любви сказать нам да Как миру и любви сказать нам да И как сказать войне и горю нет Света про нам поистину беда И несем его с радостью мы Так приблизим еще время победы Над ничтожными силами тьмы Так отмирим же знания победы Мы с верой и добром глядим окрест Идти вперед мы будем до конца История и слава этих мест История и слава этих мест Нам наполняют гордостью сердца Света про нам поистину беда И несем его с радостью мы Так приблизим же время победы Над ничтожными силами тьмы Так приблизим же знания победы Великие культуры разных стран Они всегда оружия сильней Так пусть же говорит телекрам Так пусть же говорит телекрам Объединяя обществом людей Света про нам поистину беда И несем его с радостью мы Так приблизим же время победы Над ничтожными силами тьмы Над ничтожными силами тьмы Света про нам поистину беда И несем его с радостью мы Так приблизим же время победы Над ничтожными силами тьмы Так поднимем же знания победы Над ничтожными силами И несем его с радостью мы Над ничтожными силами В рамках 10-го международного киночелефестиваля Победили вместе Прошли форумы, семинары и мастер-классы С участием известных режиссеров, продюсеров и сценаристов В Доме Москвы состоялись два круглых стола под названием «Евразия. Территория будущего» и «Творческая интеллигенция стран СНГ против фальсификации истории». Спикерами выступили известные политологи, экономисты, историки, пасковики, а также представители Международной ассоциации блогеров. В рамках фестиваля состоялись творческие встречи, экскурсии. Участники фестиваля выступали на севастопольском телевидении. «Миссия нашего форума – помнить и объединять. Страны СНГ не должны забывать об историческом подвиге своего народа», – отметил президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. По словам Валерия Рузина, генерального продюсера фестиваля, президента Евразийской академии телевидения и радио, впервые за десятилетнюю историю фестиваля в нынешнем году в результате присоединения Крыма прошел под юрисдикцией России. «Десятый юбилейный кино-телефестиваль победили вместе. Впервые этот фестиваль проводится под юрисдикцией России. История распорядилась, что в этом году украинские коллеги не участвуют в подготовке фестиваля, но участвуют здесь в программе фестиваля в составе жюри, работами. И мы очень рады этому обстоятельству». Конкурсная программа началась с минуты молчания. После минуты молчания конкурсную программу «Открыл показ документального фильма шведских кинематографистов Гунилы Брески и Яны Лонгрена «Я останавливаю время». Картина посвящена легендарному фронтовому оператору, режиссеру, фотокорреспонденту Владиславу Микоши. «Это один из самых замечательных операторов и фотографов войны. И я очень рад представить госпожу Гунилу Брески, которая является автором этого фильма». «День Победы, как он был от нас далек, как в костре по душам таял уголек. Были версты обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день Победы порохом пропах, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах». Парад Победы в Севастополе 9 мая 2014 года стал самым масштабным за последние 23 года. У города-героя двойной праздник. В День Победы Севастополь отмечает также и 70-летнюю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Это первый парад после присоединения к Российской Федерации. Ветераны, военнослужащие, дети войны, воины-афганцы, тысячи севастопольцев, все граждане едины в этот великий праздник. ПЕСНЯ 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 Сегодня праздник, 9 мая. Скажите, пожалуйста, что для вас этот день значит? Это наша победа, победа наших дедов, прадедов. Мы им очень благодарны за это. Мы не у фашистов, мы здесь, мы все вместе. Это хорошо. Я считаю, что этот праздник даже важнее, чем Новый год, день рождения. Ветеранов осталось очень мало, и мы большое спасибо им. 9 мая для меня один из самых важных праздников, даже, можно сказать, самый важный. Потому что, когда наступает этот праздник, такое чувство появляется, необъяснимое. И такая гордость какая-то появляется, необъяснимая. И фактически мы, можно сказать, последнее поколение, которое видит ветеранов, и надо отдать им дань за то, что они для нас сделали, за то, что мы живем в свободном городе. День памяти, день добрости, день гордости за наших дедов, прадедов, родителей, отцов. Мы должны помнить, знать, передавать нашим детям, внукам и правнукам. Это нужно знать всегда и помнить всегда. Человек, который не знает своей истории, не чтит ее, не уважает ее, не передает будущим поколениям, это никто, это не человек, по большому счету. 9 мая для нас великий праздник, великий праздник единения, единения духа, людей. Вы видите, вокруг сколько людей. Приехала с России, с Украины. День Победы наш праздник. Будем праздновать, будем воспитывать наше поколение. 9 мая, День Победы. Город-герой Севастополь. Город морской славы России. Весь город сегодня празднует этот праздник. И со слезами на глазах. Спасибо, спасибо, когда идут ветераны. Ура, когда идут военные и бронетехники. Да здравствует наша победа. Что мне рассказывает 9 мая? 9 мая для меня это самый торжественный день в моей жизни. У меня дед воевал и один, и другой. Очень прошли фронт, поэтому меня и назвали в честь одного из Родион. Поэтому для меня это большое значение на самом деле в моей жизни. Я всегда буду его отмечать. Скажите, пожалуйста, сегодня такое ощущение, что весь город сегодня праздник. Весь город, не только весь, весь Крым здесь, можно сказать. Это однозначно. Южный берег точно здесь. Мы с Алубки приехали сами. Севастополь для нас это родной город. И в ближайшее время перейдем сюда жить. И еще один вопрос. Скажите, сегодняшнее празднование 9 мая, оно отличается от прошлогоднего? Немного отличается. Это повлияли все эти политические, конечно, мероприятия на сознание людей. Однозначно повлияли. Вот сегодня улыбки, благодарности ветеранам звучат. Скажите, это всенародные? Всенародные, однозначно. Однозначно всенародные, все любящие. И все знают, что это никогда не изменится. Здесь люди все русские. И все знают и помнят своих дедов. Это точно. Этого не изменится. Скажите, но есть молодежь на Украине, которая не празднует сегодня этот праздник. Что бы вы им сказали? Я им сказал. Почитайте историю. После окончания парада празднование 9 мая Дня Победы в городе Севастополь продолжилось. И в нем приняли участие не только жители города, но и гости из всех регионов России и дальнего зарубежья. Звучала музыка, концерты. Люди обменивались всем тем, что видели сегодня в этот праздничный день. Звучала музыка, концерты. Я приехала из города Симферополь. Для меня этот праздник был очень радостный. Я приехала сюда, чтобы увидеть, как будут летать самолеты в 4 часа. А что для тебя 9 мая День Победы? Что тебе родители рассказывали об этом дне? Что мы свою родину не отдали, защитили ее. И этот праздник для нас самый лучший. С ветеранами ты общалась? Да. Я когда шли с парада, я с ними шла в группе. Все рядом кричали. Россия, спасибо вам за все. Мы коренные жители Севастополя. Очень рады, что проходит сегодня такой парад. Парад давно такого парада не было, действительно. Скажите, он отличается от прошлого года? Да, конечно, очень отличается. Чем? Да тем, что мы, во-первых, стали Россией. Севастопольский ваз, золотые дырки. Разве можно забыть мне вас, ваших глаз огоньки? Севастопольский ваз, помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые дырки? Севастопольский ваз, помнят все моряки. Закрытие 10-го международного кинотелефестиваля под названием «Победили вместе» состоялось на месте 35-й береговой батареи, которая участвовала в обороне Севастополя. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Маки, маки, красные маки, горькая память земли. Неужели вам снятся атаки? Неужели вам снятся атаки? Тех, кто с этих холмов не пришли. Мы смогли принять решение о проведении фестиваля лишь в апреле. И вот за апрель мы смогли посмотреть, принять более ста работ из 15 стран. Более ста участников. Получился колоссальный интерес к фестивалю. И что примечательно, именно на этом святом месте, 35-й береговой батареи, мы будем награждать тех, кто сегодня в культурно-информационном пространстве борется за правду истории, рассказал президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий Рузин. Всего на конкурс было подано 134 заявки. А экспортным советом отобрано около 65 фильмов и телепрограмм. В ходе торжественной церемонии были награждены участники фестиваля. Состоялась военная реконструкция и праздничный концерт. Кто в том за страсть? 30 лет они пылают в траве. Ах, как хочется в те травы упасть. В красных маках полежать на земле. Вы знаете, все это время, когда мы находились здесь, на земле Севастополя, нас переполняла радость за крымский народ, за наш советский народ. Особенно, когда мы смотрели все фильмы, которые были представлены на фестивале. И радость за Россию. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, я, прежде всего, как председатель жюри нынешнего фестиваля, хочу поблагодарить всех членов жюри за их работу, за то, что они отнеслись к этому не с холодным сердцем. Награждается победителем номинации «Интернациональный долг. Другая война». Фильм «Преданный миротворец». Автор фильма Сергей Ломакин и генпродюсер Александр Рапопорт Али Абызов. Я понимаю, что да. Это тоже приз Оргкомитета. Поздравляем вас. Очень приятно. Всем большое спасибо. Удачи, успехов и до встречи в следующем году. Этим призом Дмитрий Вадимович награждает телепроект телерадиокомпании «Казахстан». Это телепроект, которым сняты ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Казахстане. И крупнейший телеканал Республики Казахстан, главный телерадиокорпорации «Казахстан», показывает это в своем эфире. Пожалуйста. Также денежный приз от Генбанка. На этой севастопольской земле лежат и наши деды, которые воевали и победили вместе за то, чтобы мы были с вами вместе. Низкий поклон вам. Диплом второй степени «Путь к победе». Автор Сухарев, режиссер Ермошин. Телекомпания «Волга. Нижний Новгород». Большой привет с берегов Великой Волги и низкий поклон Севастополю, который напомнил нам с вами, как надо Родину любить. Спасибо. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам, завещанный одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. От тем лет двадцати пяти трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат, с фотографий увядших глядя. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.